ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ Это по разрушению предприятий. Их истребляют банки, их истребляют рейдеры с защитой судов и так далее. У нас в гостях человек, который имеет непосредственное отношение к оборонным заказам, к ВПК. Это Зорин Сергей Александрович. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день. Итак, мы сейчас поговорим о том, что происходит в Рязани, о том, что происходит в Курске. Вы могли бы вообще коротко рассказать, кто вы и чем вы занимаетесь? Я являюсь представителем компании «Элемент Металл Групп», которая должна производить свинец, свинцовые сплавы, в том числе и для оборонзаказа для Курского аккумуляторного завода. С какого рода гособоронзаказ выполняет Курский аккумуляторный завод? Это производство аккумуляторных батарей. Для чего? Уникальных аккумуляторных батарей абсолютно для любой техники. Включая военную технику. Да. На то он в гособоронзаказ. Это военная техника. Я просто знаю точно, что есть некоторые уникальные предприятия, альтернативы которых нету, которые сейчас пытаются ликвидировать. Что произошло, вы могли бы рассказать? Наша компания заключила долгосрочный договор аренды на площадку бывшего завода «Рясьцветмет». Это Рязань? Это Рязань, да. Мы должны были приступить к выполнению работы. Мы должны были выплавлять свинец, свинцовые сплавы, отправлять его в Курск. Но нам это не дали сделать. Секундочку, не дали сделать. Кто не дал сделать? 21 апреля это было. Этого года? Этого года, да, налетели непонятные лица. Лица в масках там были, называющие себя спортсменами. А что сейчас происходит на заводе? На заводе находятся рейдеры. Видно, что завод работает, нас туда не пускают. Ну как работает, то есть видно, что труба стоит, из трубы идет дым, дым идет различных цветов, что свидетельствует о том, что рейдеры наплевательски относятся к оборудованию, которое там находится. То есть они не соблюдают никаких технологических норм, ничего не соблюдают. Вы говорите, труба работает, дым какой-то идет, производство какое-то происходит. А что они там делают? По всей видимости, они с нарушениями технологий управляют в свинец. Который куда идет? Есть информация, что этот свинец также поставлялся на Курский аккумуляторный завод. А так как, по сути дела, это будет левый свинец, так скажем, и аккумуляторы, следовательно, Курский аккумуляторный завод выпускает левые. То есть никак не зафиксировано, никаким образом не проведенные. Формальным предлогом для захода на завод явилось указание якобы на осмотр некого места происшествия. Почему именно завод должны осматривать? Какое отношение вот это вот количество молодых людей с спортивной одежды находится на территории завода? Все это никому не объяснялось. На эти все вопросы, которые были поставлены перед сотрудниками полиции, ответ был только один. Мы не знаем этих людей, но вот стоят тут 35 человек за нашими спинами, двигаются вслед за нами, значит, по территории завода. Имеют право, у нас каждый гражданин Российской Федерации свободен в своем перемещении и выборе способа перемещения. Мы их не знаем. Сложилось впечатление, что полиция и вот эти спортсмены, они были в сговоре, потому что никаких заявлений от нас, как от владельцев, от арендаторов, по сути дела, не воспринимались. Не воспринимались. А для них было сделано абсолютно все. Кто они? Что они себе представляли? Никто не представлялся. Фактически ситуация развивалась следующим образом. На протяжении первого часа эти молодые люди спортивного телосложения отстранили один пост, который находился на воротах этого завода. Тогда подошли туда сотрудники полиции, потом туда подъехали сотрудники Росгвардии. Причем сотрудники Росгвардии были вызваны как раз представителями ЧОПа, который охранял этот завод, да, то есть для защиты, для своей защиты. Как только открыли дверь для одного сотрудника полиции, сразу же путем, соответственно, давления позади сотрудников полиции просто просочились, протекли. Как раз это молодые люди в спортивном телосложении. Их было там уже к этому моменту уже около 50 человек. И они начинают угрозами, говоря о том, что мы сейчас вас здесь за руки вытащим, предлагают сотрудникам ЧОП покинуть здание завода управления. Те, кто не соглашался и кто не был вооружен, подходили по двое-трое, брали за руки и вытаскивали, значит, на улицу. В результате вторжения огнестрельное ранение получил сотрудник ЧОП. По данному факту СУСК России по Рязанской области расследует уголовное дело. Были написаны заявления, как прокуратура, как следственный комитет, в полицию были написаны заявления. В том числе у нас пострадал охранник, наш ЧОП пострадал, пострадал человек, ему выстрелили в голову. Уже несколько операций прошло, и сейчас еще должна быть одна операция. Некоторые местные каналы сообщают, что операцией по захвату имущества завода Ряз-Цвет-Мет руководил племянник председателя Рязанского областного суда. И что полиция-то в результате? Она как-то прореагировала? Или, не знаю, прокуратура, следственные органы? Полиция абсолютно абстрагировалась. Она никакого внимания на наши заявления не обращала. Когда мы с вами говорили предварительно, вы говорили о том, что с Рязанского завода пропало полторы тысячи тонн свинца. У вас есть какая-то информация, насколько я понимаю, куда делся этот объем? Свинец был перевезен частично на Курскую аккумуляторную площадку. Вывозили его, в том числе, белорусские машины. Мы можем поговорить о том, вот эти фамилии, которые всплывают в этом всем деле. Дзензерский, Никитин, Каменок. Вот это кто? Что за люди? Никитин и Дзензерский – это теневые владельцы. Чего? Теневые владельцы Курской аккумуляторной площадки. Дзензерский и Никитин, они являются гражданами Украины. Вот, это очень важный момент. Значит, получается, граждане Украины на сегодняшний день каким-то образом влияют или владеют Курским аккумуляторным заводом. Это совершенно верно. Стоит их управляющий, гражданин Каменок, который также не является гражданином России. Я слышал, ну, по крайней мере, есть у меня такая информация о том, что часть оборудования демонтируют. Я про Рязань. Да, совершенно верно. На приемках металлолома уже никто не скрывает то, что туда вывозится с площадки рясь цветмет, вывозятся станки, как токарные, слесарные станки, фрезеровальные станки. Вопрос, а почему это происходит? Ответ очень простой. Дело в том, что значительная часть российской либеральной элиты имеет на Западе домики, там живут их семьи, ну, может быть, вторые, третьи семьи, то есть, там, любовницы, вторые любовницы, третья любовница, дети от них и так далее и тому подобное. Я о поездках на западных курорте мечтаю, первые жены, ну, и так далее и тому подобное. И им всем, а я могу вас уверить, что тут работа ведется индивидуально, в отличие от российской бюрократической машины, сказано, ребята, если вы хотите это сохранить, вам нужно сделать то-то, то-то и то-то, и прежде всего разрушить, а дальше список, что именно нужно разрушать. Ну, то есть, разрушается производство полностью, может быть, еще и человеческая, экологическая катастрофа. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно, это может привести к экологической катастрофе, да. Он является гражданином Белоруссии, то есть, гражданин Белоруссии управляет сейчас заводом, заводом в России, который выпускает гособоронзаказ. Какая дальнейшая судьба Рязанского завода может быть и какая дальнейшая судьба Курского завода может быть? По Рязанскому заводу, что могу сказать, если дальше так продолжится, если рейдеры продолжат, значит, заниматься вот этим варварским изготовлением свинца, по сути, Курский аккумуляторный завод может потерять головного поставщика свинца, то есть, не сможет выполнять гособоронзаказ, по сути, не сможет выполнять гособоронзаказ. А что ждет Курский аккумуляторный завод? Курский аккумуляторный завод в настоящий момент, там уже есть фирма, которая банкротится, уже заведено банкротное дело в августе месяце, вот, и то, так скажем, как они ведут дела, к чему, выпуская серую батарею, то есть, где не зафиксированную, по факту Курский аккумуляторный завод придет к банкротству. Друзья, ну, получается, ситуация очень нехорошая. Получается так, что есть рязанский завод, который захватили рейдеры, где они что-то производят, что производят, непонятно, как производят, тоже непонятно, технологии явно не соблюдаются, люди выброшены просто с предприятия, им не оплачивается ничего, какие-то, видим, набраны другие, предполагать могу так. Значит, то, что поставляется на Курске, уникальный аккумуляторный завод, единственный подобный, единственный подобный в России, ну, собственно говоря, тоже непонятно. Качество батареи тоже неясно. И что происходит там тоже мало понятно. Но вот эту информацию, которую мы имеем о том, что граждане Украины, Никитин и Зензерский, продолжают получать прибыль, она, эта информация у нас есть, она не проверена окончательно. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы наши органы занялись бы этим вопросом, занялись бы этим вопросом. И вот можно считать нашу передачу обращением к органам, то есть имеется в виду Следственный комитет, имеется в виду полиция, прокуратура, чтобы можно было проверить ситуацию и на Рязанском заводе, и на Курском заводе. Потому что, друзья, это оборонка. Если у нас так дела обстоят в оборонке, вы же понимаете, что может произойти на фронте. Имеется в виду на фронте специальной военной операции. Если у вас есть какая-то информация по поводу Рязанского, либо Курского заводов, мы хотели бы увидеть ее у нас, в ваших комментариях у нас, под этим видео. Ну и, соответственно, конечно, все официальные обращения необходимые мы направим. Сергей Александрович, огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в редакцию. Спасибо, что рассказали, как это выглядит. Но давайте не будем терять связь. Я думаю, что вы нам еще информацию будете поставлять. Соответственно, когда вы получите какой-то ответ от органов, прокуратура, полиция, Следственный комитет или кто-то другой, может быть, даже ФСБ, я думаю, что и ФСБ должно заинтересоваться подобной ситуацией. Да, это, в общем-то, оборонка. То я, пожалуйста, прошу вас держать нас в курсе. Обязательно. Спасибо. Это был «Момент истины». Я Стас Симонов. И у нас был в гостях Зорин Сергей Александрович. Говорили о Курском и Рязанском заводах. Говорили о Курском и Рязанском заводах. Говорили о Курском и Рязанском заводах.